Победу предсказывали, но не такую. Португальцы обсуждают довольно неожиданные итоги досрочных парламентских выборов, на которых социалистическая партия действующего премьера Антонио Кошты получила 117 мандатов из 230, абсолютное большинство. Это победа здравого смысла и продолжение политики, которая привела нас туда, где мы есть. Я хочу верить, что это будет новым шагом к восстановлению экономики и общества после пандемии. Я сам из социал-демократов и голосовал за них. Я так и думал, что социалисты победят, но даже не предполагал, что с таким отрывом. Мне жаль, что ультраправые получили столько голосов, но в целом победа соцпартии была предсказуемой. Второе место заняли социал-демократы Руэ Рио. Призывавшие к реформам правоцентристы, главные соперники социалистов, получили 76 кресел. Немало, но рассчитывали они на большее. Португалия проснулась в новой политической реальности, в которой абсолютное большинство получила соцпартия. Такого ожидали немногие. Опросы последних недель предсказывали упорную борьбу между социалистами и социал-демократами, между Антонио Коштой и Руэм Рио. И победителем в этой борьбе вышел Кошта. Правящая коалиция распалась в прошлом году из-за того, что партнеры не поддержали предложенный социалистами бюджет. Теперь у сторонников Кошты есть вся свобода действий. Большинство не означает абсолютной власти. Оно не означает единоличного правления. Это увеличенная ответственность и управление вместе с португальским народом. С другой стороны, видна и поляризация португальского общества. Третье место заняла партия Шега, что значит хватит. Это призыв в том числе к прекращению политики социалистов. Редактор субтитров А.Семкин